Я приветствую коллеги. У нас сегодня получился такой интересный телемост. В диалоге участвуют наши лидеры из Минска, Беларусь и из Чехии. Поэтому нарисовалось у нас 12 вопросов. Я сейчас на них отвечу, и потом мы сможем эту запись раздать нашим партнерам. Итак, первый вопрос. Объясните, пожалуйста, простыми словами процедуру продажи акций юридическим лицам. Это через личную встречу нашего брокера MarketSpace общения с каждым юридическим лицом. Продажа облигаций квалифицированным инвесторам будет осуществляться непосредственно через нашего брокера-уполномоченного, который отвечает за продажу еврооблигаций. Для того, чтобы состоялась эта сделка, квалифицированный инвестор должен предоставить соответствующие документы. Второй вопрос. Кто имеет право выступать доверенным лицом MarketSpace для продажи акций MarketSpace? Доверенным лицом, еще раз с первого вопроса повторяю, должен выступать квалифицированный инвестор, у которого есть соответствующий документ. Третье. Объясните еще. У нас осталось на продажу примерно 2,7-2,8 миллионов акций. А что произошло с остальными акциями, которые продались? Как они распределились? На что пошли деньги? Остальные акции были проданы и подарены. Те, которые были подарены, это понятно за них. Деньги не поступили партнерам, владельцам акций мессенджера. И те, которые были проданы от продажи этих акций, деньги поступили в компанию. Как они распределяются? У нас 4 существуют статьи распределения денег за акции. Это деньги разработчикам, деньги на рекламу и увеличение количества пользователей, деньги за продвижение акций и четвертые административные расходы. Согласно этим 4 статьям, первые 3 из них являются основными. Административные это незначительные расходы. Были распределены эти деньги. В частности, что касается рекламы, то деньги были саккумулированы. И сегодня ведется ускоренная работа по усовершенствованию видео в мессенджере для того, чтобы приступить к массированной рекламе в средствах массовой информации, на телевидении и так далее, в известных журналах, для того, чтобы привлечь количество пользователей. Четвертое. На сегодняшний день что происходит с нашими акциями на бирже NASDAQ? Они в продаже или мы завершаем подписку каких-либо документов? На данный момент брокер, который отвечает за продажу акций юридически и функционально, этот брокер уже, скажем так, практически готов к работе. На данный момент забронировано несколько, значит, уже инвесторами, квалифицированными акций. И об этом мы скоро узнаем. Пятое. Чтобы конкретно понимать, объясните просто, как происходит продажа акций юрлицам на NASDAQ? Мы про биржу ничего не знаем, нам только говорят, что с 10 мая выходим на NASDAQ, и что там все классно, и что акции могут быстро уйти. Дополняю, что мы уже там, нам от этого ни тепло, ни холодно. Значит, простыми словами, как происходит продажа акций квалифицированным инвесторам на NASDAQ? Значит, это происходит таким образом, что квалифицированный инвестор связывается с биржевым брокером, и биржевой брокер осуществляет передачу акций в собственность. Вот, если простыми словами. Здесь есть как бы дополнительный вопрос, что холодно или жарко нам от этого, и как быстро они могут уйти. Как быстро они могут уйти, это мы узнаем, когда будет опубликована первая сделка о продаже акций квалифицированным инвесторам. И, соответственно, мы увидим, насколько это будет быстро двигаться. Опять же, прогнозы строить здесь достаточно сложно, потому что такого опыта у нас с вами первоначального не было. Поэтому это может произойти мгновенно, а может занять какое-то время. Выгодно ли нам от этого, конечно, если мы, как акционеры, не сможем в результате быстрой продажи квалифицированным инвесторам акций, мы, как акционеры, не сможем себе приобрести эти акции, либо помочь приобрести своим знакомым, друзьям. Соответственно, в этом плане это для нас не очень хорошая новость. Почему? Потому что заработает кто-то на этом другой. Но, с другой стороны, согласно тех акций, которые у нас уже есть, то быстрая продажа и привлечение капитала в компанию поможет нам заработать на имеющихся акциях. Шестой. Насколько востребованы наши акции на NASDAQ? Значит, здесь не совсем правильное понимание вопроса, потому что на NASDAQ акции вообще никак не могут быть востребованы. Сам NASDAQ наши акции не покупает, потому что это торговая платформа по продаже акций, функционал и не более. То есть NASDAQ не аккумулирует потенциальных покупателей. Поэтому сам NASDAQ наши акции покупать не собирается. Поэтому, если, допустим, вопрос о том, насколько они вообще востребованы, наши акции могут быть востребованы на рынке среди квалифицированных инвесторов, то есть если так формулируется вопрос, то опять же мы увидим это в результате, когда начнутся первые сделки. Седьмой. Продаются ли акции физлицам на NASDAQ? Если да, то как это будет происходить? Нет. Физлицы не могут покупать, если они не квалифицированные инвесторы, они не могут покупать наши облигации на NASDAQ. Более того, наши облигации на NASDAQ не находятся в свободной продаже. То есть по ним не заключаются торги. То есть на самом NASDAQ нет возможности в свободной продаже заходить и покупать и продавать облигации MarketSpace. Почему? Потому что компания не планирует допускать биржевых спекуляций, то есть искусственного поднятия цены и снижения цены. Нам это не надо. Это понятно почему. Потому что все биржевые спекулянты, трейдеры и краткосрочные инвесторы, они на этом зарабатывают деньги. Наша цель не зарабатывать деньги на облигациях, на тем, что они там поднимутся либо упадут в цене. А наша цель – это привлечь инвестиции, завершить MarketSpace, продать и получить доход от роста стоимости акций в связи с готовым продуктом, а не в связи с тем, что у кого-то больше денег и он может манипулировать с ценой на бирже NASDAQ. Более того, если бы наши акции или облигации были в свободной продаже на NASDAQ, то это мог бы быть некоторый сигнал для инвесторов не входить в эти сделки, потому что это высокий риск для инвесторов. Сами понимаете, что если есть свободная продажа, то, возможно, кто-то захотел бы, крупные акционеры, выйти с рынка с акций на высокой цене, а это была бы угроза завершения всего продукта, ну, всей идеей целиком. Восьмой вопрос. Сможет ли руководство компании нам дать отчет, сколько акций продается за неделю квалифицированным инвесторам? Да, это как только закроется первая сделка, сейчас она, как я уже сказал, в первых вопросах облигации были забронированы, поэтому, как только закроется первая сделка через брокера, она будет опубликована, и все смогут увидеть, как это происходит, увидеть фамилию, ну, скажем так, наименование квалифицированного инвестора, ну и понятно. Девятый вопрос. Как мы, простые инвесторы, можем предлагать акции юридическим лицам? Ну, видимо, имеется в виду квалифицированным инвесторам. И что мы от этого будем иметь? Будет ли какая учеба на эту тему? И имеем ли мы право на это? Ну, я бы сказал бы, что, конечно, учеба будет организована, и такая возможность будет организована для тех, кто в этом разбирается. Но если мы с вами, ну, я, в частности, говорю из-за себя лично, не являемся по жизни адвайзерами и, ну, с юридической точки зрения, и квалифицированными инвесторами, то не надо питать себя иллюзиями, что, например, после там однодневного обучения, как с этим работать, вы сможете легко побежать к мультимиллионерам и с ними заключать сделки. Скорее всего, что ничего не получится, поэтому я бы не стал бы на этом делать вообще акцент. Даже не надо смотреть в эту сторону. У нас есть шикарная возможность до того, как у нас не забрали акции квалифицированные инвесторы, сработать с нашим окружением близким и дать им возможность участвовать в нашей маркетинговой программе. Это очень просто, доступно и легко. Что касается процента, то для квалифицированных инвесторов, естественно, процент этот будет гораздо ниже и неинтереснее, чем процент, который используется в нашей маркетинговой программе. И поэтому, если предлагать, то предлагать, я считаю, наиболее выгодные условия на своем окружении, чем менее выгодные. Расскажите, как происходит предложение о покупке акций квалифицированным инвесторам. Может, есть у компании презентация со слайдами. Вот, опять же, эта информация будет готова скоро, но я бы обратил ваше внимание скорее на брендбук, который уже разработал отдел маркетинга нашей компании для работы с акциями по маркетинговой программе и начал работать бы в этом направлении. Одинственный вопрос. Когда выставят счетчик в наших бэк-офисах по состоянию акций, счетчик не выставляется исключительно по той причине, что все программисты сейчас заняты оформлением, вернее, доработками в личном кабинете в переходный период при закрытии реестра по акциям мессенджера и по коэффициенту К10 акциям MarketSpace. Как только в ближайшие дни это будет завершено все, соответственно, и у программистов будет возможность быстро доработать свою работу по счетчику и так далее. Так, когда... Двенадцатый вопрос. Последний, видимо. Сегодня в газетах и в интернете напечатали, что Лиэкспресс вышли на российский рынок и много российских бизнесменов сейчас имеют возможность выйти на их площадку, а мы медлим. И нам говорят все время, что наш Jamfumi уникален и лучше всех. Чем же мы лучше, чем наш Jamfumi против этих больших гигантов? Алиэкспресс, Алибаба, Амазон. Объясните толком. Значит, тут важно понимать такую вещь. Кто стоит за проектом и какой мотив у тех, кто стоит за проектом. В частности, когда мы говорим про Jamfumi, мы все знаем, что за проектом стоят тысячи предпринимателей, то есть мы с вами, которые заходят на рынок с идеей создать market space, то есть торговую платформу для локальных пользователей, то есть международная платформа для локальных пользователей. Это значит, что все предприниматели мира имеют свободные права для того, чтобы на международном рынке продвигать свой товар. Идея замечательная. Она принципиально отличается от всех остальных существующих на рынке marketplaces. То есть подобной идеи в мире нет. Она единственная и она построена, эта идея построена на базе мессенджера. То есть наша цель вначале была собрать пользователей и эта цель еще продолжает реализовываться и собрать предпринимателей в одном месте под названием market space. Поэтому эта идея она набирает обороты. Какая идея у... Я уже в предыдущих брифингах об этом говорил, но повторюсь. Какая идея у Амазон или у Алибабы тоже понятно. У Алибабы идея это продвинуть китайские товары на своем рынке, на китайском рынке. С этого все начиналось. идея Амазона это продвинуть американские товары на своем рынке и возможно выйти с этими товарами на международный рынок. Вот кто стоит за Алибабой, за Амазон и так далее. За ними стоит небольшое количество инвесторов крупных, ну скажем так, не больше 10-20 человек. По отношению к нашему к нашему бизнесу, за которым стоят десятки, сотни тысяч человек и при реализации идеи MarketSpace это будут сотни тысяч человек, даже миллионы, десятки миллионов и так далее предпринимателей со всего мира. Теперь сами подумайте, зачем было например AliExpress, Alibaba соединяться с Mail.ru и выходить на российский рынок. Ну что за этим стоит? Какая мотивация? Мотивация чтобы мотивация чтобы вывести китайский продукт на российский рынок и все. То есть если в газетах пишут о том, что российским предпринимателям выгодно работать на этой платформе то мы должны прекрасно понимать что китайцам абсолютно не надо для того чтобы помогать российским предпринимателям продавать их товары. То есть все просто Alibaba заходит на российский рынок чтобы россиянам продать китайские продукты но никак не помочь россиянам продать свои продукты даже на своем местном рынке. Зачем Mail.ru это надо торговой платформе? Ну тут тоже понятно что никогда никто не повезет российские товары массово в Китай и будет продавать их Китая. Соответственно это все делается для того чтобы акции Mail.ru выросли на рынке и можно было продать скинуть часть акций и заработать на этом деньги. То есть мотивация понятно наша мотивация другая наша компания не пускает как я уже говорил акции в свободную продажу на биржу и таким образом спекулятивной цены не будет от новостей там либо чего-то еще соответственно никто не сможет скинуть по повышенной цене акции Market Space до продажи соответственно у нас одна единая цель это поднять локального производителя по всему миру дать возможность честно свободно заниматься предпринимательством а не путем сговора между собой там десяток или двадцати людей владельцев Mail.ru Мегафона и Алибабы то есть еще раз надо исходить из того что идея была изначально это создание международной товаропроводящей сети миссия компании Gem4Me заключается в том чтобы стереть цифровое и финансовое неравенство на международном рынке дать всем равные права не тем у кого есть большие деньги а абсолютно всем предпринимателям равные права и мы эту идею миссию утворяем жизнь и помогаем людям еще очень важно понимать если за этим вопросом стоит некоторый страх пустят ли скажем так нашу торговую платформу на международный рынок надо понимать что мы как раз находимся в той нише в которой нет монополизации то есть где невозможно допустим Mail.ru или Алибабе установить монополию на всем рынке на международном рынке на продажу только тех товаров и услуг которые они хотят продать этого нет это невозможно сделать это можно было бы сделать например на рынке на уровне правительств но на рынке мобильных приложений это сделать просто невозможно поэтому раз на этом рынке нет никаких монополий соответственно у нас есть равные шансы подняться в цене и не будучи монополистами торговой платформы маркетспейс путем расширения на международном рынке локальных предпринимателей займет свое достойное место среди миллиардных компаний и те люди которые сегодня тысячи человек создают эту идею продвигают этот продукт смогут получить достойный доход от продажи акций вот собственно все вопросы я запись останавливаю и мы сможем передать своим партнерам эту информацию Эдвард большое спасибо за ответы особенно вот 12 вопрос был ну просто просто всегда актуально повторить вот эти все нюансы и такие скажем так аргументы такие железобетонные для презентации это часто используется и у людей очень много действительно вокруг этого вопроса сравнения вот этих бизнес площадок очень много вопросов всегда возникает спасибо Галина за вопросы всем было полезно послушать еще раз спасибо большое за ответ это уже здорово все спасибо тогда до следующей встречи жду новые вопросы до свидания большое спасибо до свидания спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания